друзья всем привет последнее время я стал от вас получать много корреспонденции в которой вы просите меня побольше рассказывать о красивых маяках что ж я вас услышал сегодня мы посмотрим на шепелевский маяк немножко залезем на старый навигационный знак а также прогуляемся до старого пирса которому когда-то швартовались секретные подводные лодки поехали отправляемся на полуостров каравалдай расположенный на южном берегу финского залива планы на сегодня съехав с дороги припарковать машину далее пройти до маяка залезть на вышку и пройти по нереально крутому пляжу бухты батарейной до старого военного пирса полтора часа в пути и мы на месте оставляем машину на парковке и отправляемся к маяку для этого нужно пройти вдоль берега к сожалению маяк закрыт для посещения и огражден забором с колючей проволокой но это нисколько не мешает полюбоваться маяком вид с берега просто обалденный шепелевский маяк был построен в 1910 году интересной его особенностью является то что верхняя его часть изготовлена из чугуна и доставлены сюда аж из самой франции высота маяка 38 метров маяк кстати до сих пор продолжает исправно работать перед поездкой я прочитал несколько статей о маяке и в одной было написано что маяк полностью чугунный другой что только верхняя его часть окончательно запутавшись я решил разобраться во всем на месте мне повезло во время прогулки я увидел работника маяка и обратился к нему со своими вопросами здрасте а вы не подскажете у этого маяка вверх только чугунный или он весь чугунный это видео снимаю так для себя потрясающе странный вопрос разве не видно что он каменный ну просто пишут что он чугунный и читает интернет там пишут исключительно гадости и мерзости значит только вот верхняя часть до его ну вот где стоит ну вот видите фонарь и порезают все ясно верхушечка вы смотрите да нет сейчас и должности такой нет а как уже лет 700 есть начальник лопата другая ясно красивый маяк жалко посещать его нельзя с этим не могу поспорить и с этим не могу поспорить а он по-прежнему до рабочий даже учитывая то что здесь огромный этот стоит современный а это не маяк то что огромный стоит современный а как это правильно называть ремейная радио башня то есть разное значение да ну собственно смысл похожий но метода разная этот просто световой маяк а там уже работа со спутниками с навигационными системами но как-то не знаю поэтому он такой весь красивый всякие рюшечки штучечки дверь там вот я знаю красивая красная они несколько в разные времена и шляпаные но у этого что ли душа что ли есть если так можно сказать а тот какой-то бездушный один из кто-то и сделан недавно целенаправленно в наши времена уже и выдрючиваются а делают чисто практически чтобы он функционировал вот он функционировал а маяки это всех времен во многом архитектурное произведение ну да это очень классно сейчас последние годы застоя так называемого их делали просто металлическая ферма вот того как стоит там сверху на этом стояла гудка для пограничников а на других стоят это вот та вышка там гудка для пограничников стоял то есть никакой не навигационный знак там не ну сейчас он нам передам передам но пойти нет у нас физических возможностей гонять туристов поскольку туристы миллионами а нас осталось полтора чуть живых в силове но раньше когда пограничники были в годы застоя это уж любимый горбачёв их всех перестрелял за ненадобностью тогда да их было по территории ну по лесам тут порядка семи штук и они забирались и осматривали ясно значит это пограничная вышка просто старая ну была когда-то да спасибо вам за рассказ интересный изихайк образовательный теперь мы знаем что нет смотрителей маяков есть начальники маяков ради интереса решил загуглить эту тему гугл говорит что должность смотрителя маяка все-таки существует не знаю кто прав если вы в курсе отпишитесь в комментариях и вот что мне нравится во всех старых маяках посмотрите какое внимание здесь уделяется деталям даже взять вот дверь входную дверь она вот такого красного цвета очень классная я уверен Илье Варламбову она безумно понравилась и над входной дверью год в который был построен маяк 1910 год то есть ему вот уже сколько более 100 лет обалдеть и так полюбовались маяком обошли его по бетонному заборчику и перед вами предстанет старая пограничная вышка на нее кстати тоже можно залезть но она находится в довольно печальном состоянии поэтому сто раз подумайте прежде чем это сделать место которое я в начале ролика назвал навигационным знаком оказалось старой пограничной вышкой и конечно же я не смог отказать себе в удовольствии на нее залезть относительно безопасно залезть можно только до середины потому что дальше уже перекрыт проход там был когда-то была будка деревянная будка пограничника которая сейчас сгорела и подниматься туда опасно видок конечно отсюда открывается хороший то есть вон шепелевский маяк и новая вышка да и вообще на залив круто когда будете здесь прогуливаться вы в любом случае заметите большое количество кораблей которые проходят по фарватеру так вот именно для них и стоит здесь и шепелевский маяк и вот эта новая вышка потому что именно благодаря ним осуществляется навигация итак мы посмотрели шепелевский маяк взглянули на старую пограничную вышку теперь мы направляемся в бухту батарейная там нас ждет старый военный пирс для того чтобы туда попасть нам нужно пройти вдоль берега по пути к бухте меня ждала неожиданная встреча я увидел белых лебедей сказать что я был удивлен это не сказать ничего до этого момента я никогда не видел лебедей на финском заливе они плавали неподалеку от берега и занимались своими делами не обращая никакого внимания на людей спустя километра полтора я вышел к бухте батарейной одной из красивейших бухт ленинградской области в которых я когда-либо был в солнечную погоду это место выглядит очень круто когда-то на побережье бухты моторной находилась военная база и до сих пор можно увидеть много напоминаний о ней начиная вот от таких сторожевых вышек и заканчивая столбами и заборами из колючей проволоки но у бухты есть и свои минусы так как здесь когда-то располагалась военная база на берегах и в ближайших лесах много полуразрушенных зданий также по периметру базы все еще стоит забор с колючей проволокой ну и что меня лично опечалило больше всего так это то что автомобилисты и мотоциклисты превратили пляж в какое-то подобие автомобильной дороги так ну что мы наконец-то дошли до этого пирса кстати он вам ничего не напоминает я думаю те кто давно подписан на мой канал заметили что он очень похож на финский молл действительно этот пирс очень похож на финский молл но в отличие от финского молла он находится в куда более печальном состоянии в чем секрет финских строителей я не знаю если вы знаете обязательно напишите об этом в комментариях пирс выглядит так как будто его только вчера бомбили поэтому когда будете передвигаться будьте очень осторожны друзья наконец-то мы достигли финальной точки сегодняшнего маршрута это крайняя точка пирса на которую можно сравнительно безопасно добраться дальше уже все разрушилось развалилось вот там вот в конце вы видите часть которой уже швартовались непосредственно секретные подводные лодки и там производилась их заправка и даже вот здесь на пирсе еще можно увидеть остатки старых рельс по которым к лодкам подвозилось топливо ну и сейчас будет небольшая историческая справка для чего же здесь был построен этот пирс военная база в бухте батарейной строилась 50-е годы для заправки подводных лодок проекта А615 это были небольшие подводные лодки около 50 метров в длину их отличительной особенностью была энергетическая установка замкнутого цикла одним из компонентов топлива был жидкий кислород подводная лодка получилась сложной и опасной в эксплуатации вследствие чего было принято решение отказаться от их дальнейшего использования а пирс так и остался стоять как символ ушедшей эпохи раз уж крайняя точка сегодняшнего маршрута это конец военного пирса то здесь мы спрячем кодовое слово для получения футболки а спрячу я его под вот эту вот плиту итак кодовое слово отправляется вот сюда контейнер вот под этой плитой итак кодовое слово спрятано теперь дело за вами удачи друзья ну что как и обещал посмотрели шефелевский маяк забрались на старую пограничную вышку прошли по нереально крутой бухте и сейчас мы находимся на старом военном пирсе по моему шикарное место чтобы закончить сегодняшний выпуск с вами был я юрий антонов как обычно лайки коменты туда и увидимся удачи а